проезжаю здесь какой-то вот прям знаете городок прям городок есть городок смотрите чё это может быть и будет на там вообще какие-то стройплощадка что это такое люди были и вышли надеюсь я здесь трупов не найду кто-то есть в доме понятно нет никого прям городок есть городок и чуть дальше прохожу стоять кругом бочки я не знают нефть или мазут хрен его знает запах мазута я по детству просто и может быть здесь контрабанда какая-то что-то происходит не знаю здесь тонны тонны железа ребята я не знаю чу это болен не этот не мазут мазут он вязкий ведь это же здоровая емкость и она тоже тоже с какой-то жидкостью тоже огромные всем ребят привет у нас сегодня выход их такой слышите да в общем ищем мы полевой стан вроде как нашли немножко металла там накопали но мне там не интересно связи с тем что ну мало металлолома наверное килограмм стоп собрал и на этом все решил проехать дальше здесь такая дорога знаете интересная накатана кое-где даже кирпичом выложено знаете проезжаю здесь какой-то вот прям знаете городок прям городок есть городок и чуть дальше прохожу смотрите чуть дальше прохожу и здесь находится я не знаю что это но ребята вот это смотрите стоять в кругом бочки я не знает нефть или мазут хрен его знает запах мазута я по детству просто и может быть здесь контрабанда какая-то что-то происходит не знаю здесь тонны тонны железа ребята тонны о каких тоннах я говорю ребята смотрите вот а здорово это сцерны я на стою на ней внутри имеется я не знаю чё это полян нет это не мазут мазут он вязкий здесь кругом железо смотрите вот трубы торчат это одна труба вон вторая труба две трубы куда-то пошли туда смотрите вот здесь вот тоже здоровая емкость видите тоже здоровая емкость и она тоже тоже с какой-то жидкостью тоже огромная это думаете все нет дальше еще одна емкость я так понимаю вот эти холмы тоже емкости какие-то вот смотрите вот еще одна вот на еще одна емкость насыпано что крышка короче здоровая тоже смотрите то ли пыталась откопать то ли чё так это бочка это не емкость в общем ребят тут кругом железо бочки тоже закопаны ой чуть подо мной играет не провалиться вот видите здесь емкость знаю какие-то блин ой вот это тоже емкость видите да труба торчит может быть свое время когда-то еду смотрите вот огромная бочка смотрите какая она здоровая вот такая вот здоровая да уж что здесь было не знаю в общем заброшено знаю как давно здесь чего делали мародер или что кирпичики видите тоже жидкость какая-то моча моча какая-то там вот смотрите крыши крыши деревянные кому надо дерево можно приехать наверное содрать смотрите точнее фунт заброшено чтобы или чего смотреть что это может быть фигура знает там вообще какой-то стройплощадка ёшкин кот чё это такое люди были и ушли смотрите непонятно либо разорились либо что произошло здесь не поделили нефть или что стройка была видно да стройка было не достроили фундамент хороший блоками пеноблоки да уж что было здесь не знаю яблоки я сегодня пробовал все какие-то кислющие кислющие давайте здесь попробуем яблочки хочется ну ничего более-менее пойдемте дальше посмотрим может и вкусная быта яблоки яблоки из находок все можно утащить хочу утащить не знаю земля видите примята значит в этом году здесь тоже кто-то чего-то делал кирпич старый кирпич старый бочки стоят какие-то с чем-то пенопласта плавно и опять бочки ребята опять бочки с мазутом срезали мародерели бочки кругом бочки пустые тяжелые с кранами смотрите перегонка что ли чего-то было что за беда здесь было непонятно полная да интересно очень интересно местонахождение почему-то бочка обернута вообще да что-то какая-то гильдия чего-то здесь было трубы пластиковые наконечники железные дров здесь в изобилии можно здесь устраивать пикник здесь между прочим таких наконечников ребят полно срезать на металлолом вопрос в чем чем срезать так болгарка ручка на металлолом на металлолом на металлолом какой-то какой-то сарай какой-то сарай непонятный но для сарая что-то в фундамент целый блок поставили видите электричество сюда даже протянули а я думал куда идут столбы деревня вроде в другой стороне а столбы идут сюда в итоге вот что здесь вот что здесь какая-то подпольная не знаю может кого-то поймали с нефтью кто здесь воровал нефть ну кирпича здесь для строительства ребят полно кирпич блоки видно слишком что-то не пошло не так даже не въехали ребят даже полы не застелили да вот смотрите прям входов много что-то здесь даже копали экскаватором что ли что-то чутер и шланги такие-то чего здесь было не знаю ребят вот даже какой-то самолет марулирован проколь 52 блин а столбы смотришь какие толстые были до зачет сбетонирована все интересно интересно по ходу этому на марки противогазов много ребят дисков смотрите дисков сколько сточных это сколько здесь работали сколько резали сколько пили но видно что газа сварка резаком резали все да здорово здесь был хорошее ротах надпись написано радар лети рада пэр рада пэр это или рада так интересно мы проволока тут интересно можно здесь чем-то найти при помощи металлоискателя фиг ее знает да яблочки давайте попробуем яблочки пить хочется металлолом до копали смотрите легкие металлолом брезгуют да уж ладно пойдем там вроде как более интересное что-то смотрит все делали бы по-человече фундамент кирпич блин все как надо и что-то пошло не так смотрите сколько блоков если все разобрать можно дом целый построить так здесь у нас дверь заголочена пляжа вещи вообще 6 вообще надеюсь я здесь трупов не найду так делаю понятно нет них у нас запах же стоит здесь жилья здесь жилья ребята, надеюсь я никакой троп не найду здесь, хорошо, мухи летают, тропов нету, хорошо, это был один у меня случай, смотрите сколько дисков, сколько здесь дисков, много, так проводка здесь, проводка алюминиевая, тетрадочка, ну-ка, здесь ученики жили даже русский язык, ой, на что-то я наступила, она приклеилась, так, зеркало, вы жили здесь, да, жили, какая-то здесь гильдия все-таки была, полы прогнили, бутылки, интересные, заглушки железные, по мелочи, если взять ведро, здесь по мелочи можно много металла набрать, ребят, немножко отойдя, здесь еще бочки, еще емкости, вот емкость, вот емкость, и они достаточно, я вижу, по площади большие, ребят, вот еще одно, типа казармы, тут прям графика какая-то, самолет Л-76 СЗ Пикелянский, раз вход, два вход, здесь какие-то даже автографы ставили, 88-й год, 88-й год, ребят, все заброшено, еще вон дальше, ой, здесь тоже что-то нарисовано, тоже самолет, что-то прям какое-то авиационное, что-то авиационное, ну, металл порезали везде, толстые трубы, дикая вишенка, дикая вишенка, фу, какая она числа, проведали, узнали, надо путь держать, металл копать, о, сливы даже дико, ешкин кот, нет, еще не спелая, то ли металл в округе покопать, посмотреть, то ли двинуться дальше, не знаю, да, написано радар, радар, ребят, теперь у меня нет сомнений, что здесь делали бензин, это у нас отработка, которая оседает на нижней части печи дымовой, как она, доменная печь, самый низкий это мазут, потом идет дизель и самый верх бензин, и все это делалось в печи, и вот эта вот постройка, ребята, это печь, видите, кирпич огнеупорный, затем вот это вот покрытие жаростойкое, и вот здесь была печь, перегонка, видите, трубы, все это сюда, в общем, ребята, здесь была контрабанда левого бензина, которым мы с вами заправляемся, бочки, рост, нефть, ну, как-то вот так вот, ребята, вот такое вот мы место нашли, интересное, забавное, итак, ребята, начался дождик, местами передавали грозы, и вот это место, которое объявляли, именно здесь находится, рядом проходит тучка, гроза, очень удобно то, что здесь, ребята, вот такой вот козырек, вообще удобно, дождь вообще не трогает, это вам не ниво, удобно, очень удобно, а в жаркую погоду сделать навес еще, и получится, знаете, такой небольшой домик, где жара тебя не возьмет, ну, погода немножко подиспортилась, набрал я немножко металла, металл сдача, я постараюсь к этому видео сюжету приложить, сколько я накопал, накопал чё, мешочки немножко, здесь вот железяки, тяжелые есть, в принципе, пришлось трубу тоже уложить, она, между прочим, была выкопанная, торчала наружу, видно, кто здесь копал, в машину просто не полезла, и оставили верховую, вот, ну, а у меня в машине уместилось, ой, усиливается дождик, ребята, усиливается, ребят, погода реально испортилась, вообще испортилась, ветер, дождь, сижу уже около часа в машине, жду хоть немножко, чтобы стих, но нет, он начинается еще с более сильный такой, знаете, порывистый ветер, молнии уже подо мной, и боковой дождь, так что будем ждать, будем ждать, пообедаем и домой. Не получился коп, не получился. Итак, ребят, у нас плевает, продолжается дождик, я вот зашел вот в такой вот, ну, я не знаю, лесополосу, здесь у нас хвоя, позади меня березы, в общем, решил поесть. Как разогреть чайник, видите, да, ребят, кипит у меня чайничек, кипит, все готово, сейчас доширак заварю, покушаю и домой. В общем, ребята, все, все мокрое, все, все верховые, все хвойные, которые бывают иногда спасают, после дождя хвоя вокруг ствола сухая, на этот раз дождь шел два часа, причем проливной такой из ведра не смог разжечь. Благо, рядышком оказалась береза, и мне пришлось ее ободрать как липку. В общем, ребят, если вы попадете в такую ситуацию, ножом просто надрезаете вот такие вот лепесточки, и они, смотрите, очень-очень хорошо горят, как вы видите, лучше, чем бумага, прям вообще здорово. И вот благодаря вот этому лайфхаку я скопитил чайничек, сейчас поем и в путь дорогу. Вот, так что имейте в виду, после дождя обычно около хвойных деревьев, вот видите, здесь вот в низине обычно сухая, но она, копнул я туда даже глубже, она вся там мокрая, вся абсолютно мокрая, все верховые веточки тонкие, которые разжигаешь, они тоже мокрые. Потом лиственница тоже мокрая. И вот пришлось немножко березку ободрать. Спасибо березке. Так что, все хорошо. Сейчас пообедаем и в путь дорогу, потому что дождь, ребят, не прекращается. До сих пор поливает. Вот, я нахожусь вот в таком плаще. Но, кушать хочется. Так что, с собой у меня газовые корелки не оказалось. Как выкрутиться, я вам только что рассказал. Так что, приятного мне аппетита. Ням-ням. Итак, ребят, не стал я искушать судьбу. Когда закончится этот дождь, хрен его знает. После того, как пообедал, наверное, еще минут 30-40 посидел. Не прекращают молнии, хлыщат. В общем, поеду я домой. Вот, надеюсь, дома дождя нету. Сдам то, что накопал. Выход получился интересный, неожиданный тем, что нашел я, как говорится, браконьеров. Кто занимается бензином. Не знаю, судя по тому, как это все заброшено, это, наверное, лет 5 минимум. Так что, вот такое вот местечко мы нашли. Не часто такое может попасться. Но мы чисто случайно набрели. Искали мы полевой стан. Мы его нашли. Он копанный. Немножко набрали то, что пропустили. В общем, получилось зачетно. На этом и все. Всем пока. До новых встреч на копе. Субтитры сделал DimaTorzok